Приветствую вас, дорогой друг! Меня зовут Бернацкий Андрей и в данном видео я хотел бы сделать небольшой обзор курса Joomla Master. Курс по созданию своих собственных эксклюзивных премиум шаблонов для движка Joomla. Сразу хочу отметить, что продолжительность данного курса составляет 51 час. То есть общая продолжительность всех уроков курса составляет 51 час. 51 час и 4 минуты, если быть уж совсем точным. И это без учета бонусов. Такого объема курс записался только на 4 DVD диска. То есть весь курс по Joomla Master это 4 DVD диска. Условно весь курс по Joomla Master можно разделить на две большие части. Первая часть это теоретическая часть. Вот Joomla быстрый старт в данном случае. В которой рассмотрена вся теория Joomla. Вторая часть уже непосредственно посвящена созданию премиум шаблонов для движка Joomla. Но остановимся подробнее на каждой из частей. И в первой части курса будет рассмотрена работа по созданию сайта. Вот который сейчас открыт у меня в данном видео. Данный сайт получается очень широкий, с обширным функционалом. Включается вверху одно меню. Если мы выйдем на главную страницу данного сайта, то далее в меню. Следующее идет галерея. Одна галерея. Чуть ниже мы наблюдаем идет у нас вторая галерея. Далее снизу есть у нас еще главное меню. Далее идет лента новостей, архив, последняя на сайте, наиболее интересная, календарь. Далее вход на сайт, популярные теги есть, рекламный блок, умный поиск есть. То есть наряду с обычным поиском есть еще и умный поиск. Далее RSS, то есть блок кто есть на сайте. Далее присутствует постраничная навигация. То есть такой вот сайт, на котором напихано очень-очень много чего. Есть блок загрузки, можно добавить файл и так далее. Галерея присутствует. Далее присутствует полноценный форум на данном сайте. Сайт очень широкий, с таким нереальным количеством функционала для одного сайта. Но от себя я что хочу сказать, что рассмотреть теорию и все возможности движка, на примере создания одного какого-то конкретного сайта, я считаю, что это невозможно. Просто потому что на одном сайте, мне кажется, не может быть вот такого большого количества различных по функционалу модулей. Я по крайней мере в своей более чем 7-летней карьере веб-разработчика, мне не приходилось делать такие сайты, хотя и были достаточно широкие по функционалу порталы. Поэтому данный сайт получился такой, как сказать, сайт солянка с огромным количеством различных блоков, обширный по функционалу, но мы не ставили перед собой задачу сделать какой-то конкретный сайт, а ставилась задача как можно подробнее и как можно шире рассмотреть возможности Joomla. И вот на примере создания данного сайта как раз таки и рассмотрена работа с админ панелью Joomla. Рассмотрены компоненты и составные части админ панели. Создание категории любого уровня вложенности здесь рассмотрено при создании данного сайта. Также создание меню различного типа. Настройки основных менеджеров административной панели. Конструктор контента. Вывод галерей, слайдеров, видеоплееров, менеджера загрузок, форума. Вот как сейчас видно перед глазами. И прочее, прочее. Многое другое рассмотрено при создании данного сайта. Сопутствующая теория рассматривается. Но об этом в кратком видеообзоре по курсу, я думаю, не стоит просто все перечислять. Соответственно, первая часть курса полностью, я считаю, развивает миф о том, что админка Joomla сложная, Joomla запутанная, непонятная абсолютно. Мы в данном блоке курса по косточкам просто разложили админку Joomla, рассмотрели все возможности Joomla и сделали данный блок удобным как раз таки, как для новичков Joomla, так и для тех, кто совсем с движком Joomla не знаком. Вот, изучив данный блок курса, можно быстро освоить движок Joomla, убедиться, что в нем абсолютно ничего сложного нет при грамотном подходе к изучению и грамотном преподнесении материала. Все изучается и раскладывается по полочкам, усваивается очень легко. И изучив данный блок курса, уже сразу можно приступать к созданию своих собственных сайтов на Joomla. Это то, что касается первой части курса по Joomla. Вторую часть курса по Joomla можно, в общем-то, также разделить на два блока. То есть вторая часть у нас разделяется еще на два блока. И в первом блоке, значит, речь пойдет о верстке макета сайта. А во втором блоке уже будет непосредственно рассмотрена установка верстки на движок Joomla. Ну и тем самым получается создание полноценного сайта и своего, собственно, шаблона для движка Joomla. Итак, верстка, нарезка и верстка премиум макета. Это первый блок второй части нашего курса по Joomla. Включает в себя целых пять шаблонов страниц. Главную страницу вы видите сейчас на видео. Я ее просто уменьшил, чтобы показать все блоки, которые присутствуют. Значит, ну, стандартно это блок меню. Далее блок галереи. Вывод блока, значит, с некоторой информацией. В данном случае мы разрабатывали сайт-визитку к дизайн студии. Поэтому здесь могут быть выведены услуги данной фирмы. Значит, данный сайт включает в себя блог и портфолио данной фирмы. Соответственно, на главную страницу у нас выводятся последние проекты, которые создавались из портфолио. Последние записи из блога выводятся. Далее внизу карусель клиентов, логотипы клиентов. И, соответственно, футер с подпиской на рассылку, подпиской на новости. Вот что из себя представляет главная страница сайта. Теперь сделаю полный масштаб и рассмотрим более подробно. Значит, слайдер, да, блок услуг, последние проекты из блога. В записи выводится каруселька и в футере блок подписки на новости. Далее вторая страница у нас о компании. Видим, да, что у нее совершенно другой дизайн. Абсолютно она не похожа на главную страницу. Никаких блоков здесь не выводится, кроме блоков интересных от нашей команды. Просто текстовая информация и наша команда, то есть люди, которые работают в данной команде. Далее присутствует блок компании в рамках данного сайта. Здесь обычная, скажем так, блоговая структура. Слева анонсы постов, справа сайдбар с категориями и постраничная навигация. Детальный просмотр записи блога. Видим, да, что здесь есть блок автора. Далее идет блок похожих постов из блога. И комментарий, форма добавления комментариев. То есть обычный такой, так сказать, блок. Но нужно отметить, что дизайн, опять-таки, блога, дизайн страницы о компании и дизайн главной страницы, они все между собой разные. Все абсолютно разные между собой, как можно заметить. И далее, третий вид страницы, значит, четвертый получается у нас вид страницы. Это страница портфолио, где работы портфолио просто представлены в ряд такими вот блоками. Это блоки портфолио. При клике на детальный просмотр портфолио, мы переходим на детальный, соответственно, просмотр портфолио, попадаем на страницу вот уже с таким дизайном, где портфолио представляет из себя как бы слайдер, карусель изображений. Здесь краткое описание и опять-таки есть похожий блок похожих проектов. То есть мы получаем, что у нас блок детального просмотра портфолио, сама главная страница портфолио, страница блога, страница текстовая о компании, допустим, и главное, это пять различных страниц с различным дизайном. Плюс ко всему, данные страницы все верстаются адаптивно. Что значит адаптивно? Адаптивно означает у нас, что наша верстка, наш сайт будущий будет подстраиваться под различные устройства, под различные разрешения, с которых бы наш сайт не просматривался. То есть при изменении размеров у нас наш сайт, так скажем, адаптируется. Вот мы видим, что у нас уже немножко адаптировалось меню. Смотрим дальше, что у нас происходит. Да, здесь немножко видим, что изменился уже, по-другому выглядит наш футер. Далее продолжаем изменять разрешение нашего сайта. Видим, что наши блоки с услугами располагаются в один столбец. Блоки последних проектов, либо последних записей блока располагаются по две в ряд, а не по четыре. Соответственно, карусель тоже адаптивная и работает. Видим, еще по-другому стало выглядеть блок нашей подписки. Ну и, соответственно, если мы самое маленькое разрешение сделаем, то видим, что просто все располагается в одну колоночку. Вот что значит адаптивная верстка. Естественно, адаптивной у нас является каждая наша страница. Поэтому про блок, скажем так, блок нашей поверстки, его можно, так сказать, назвать курсом в курсе. Потому что он включает в себя пять абсолютно различных по дизайну шаблонов страниц. Данный блок, значит, блок нарезка и верстка макета, вот если мы посмотрим, то он в себя включает шестьдесят семь видеоуроков. А вот, плюс ко всему, если мы учтем все бонусы, которые предоставляются вместе с данным блоком по верстке к данному курсу, а именно это блок бонус по основам HTML, бонус по основам CSS, бонус по верстке полноценного макета сайта. Это те бонусы, которые позволят либо новичку в верстке, который знает несколько HTML тегов, несколько CSS свойств, но не может их, допустим, разложить и сверстать полноценный сайт, опираясь на свои знания. Либо для человека, который вообще никогда в жизни не знал, что такое HTML, CSS и что такое верстка и создание страниц. Так вот, данных три бонуса как раз-таки помогут разобраться во всех тонкостях верстки и позволят научиться полноценно верстать сайты. Вот, учитывая то, что в данный курс входит бонус и объем части нарезка и верстка макета, в общем-то, можно сказать, что это полноценный курс, плюс к тому еще и по адаптивной получается верстке. То есть, по итогам данной части курса мы с вами будем иметь верстку, всю необходимую верстку всех наших страниц сайта, плюс ко всему адаптивному. Ну и, соответственно, в последней части курса, это работа с премиум макетом в Joomla, мы с вами будем создавать уже непосредственно из данной верстки, данной верстки, будем создавать шаблон для CMS Joomla с абсолютного нуля. Вот просто у нас будет верстка и будет создаваться полноценный шаблон, полноценный сайт. Ну, поскольку верстка, я на ней останавливался при описании прошлого блока, второго блока по верстке, я останавливался на том, что содержит галерею, содержат различные блоки, дизайны страниц отличаются друг от друга, да, вот есть карусель плюс ко всему на главной. Опять-таки, есть еще одна галерея изображений в детальном просмотре. Портфолио, да, страница, полноценный блок включает в себя наш сайт. Соответственно, для того, чтобы сделать такой сайт и установить данный шаблон на движок Joomla, для этого нам понадобится очень много знаний. То есть, во-первых, понадобится рассмотрение, полноценное рассмотрение файловой структуры CMS Joomla, понадобится создание и вывод на экран различных типов страниц. Содержащий как простой текст, да, вот мы видим, так и галереи, слайдеры, карусели всевозможные. Также при создании такого сложного сайта на Joomla нам не обойтись только стандартными какими-то модулями и компонентами. Поэтому в рамках создания данного сайта на движке Joomla будет рассмотрено расширение функционала одного из компонентов Joomla до того уровня, который нам нужен будет. Также будет рассмотрено создание собственного расширения для Joomla, чтобы наш сайт заработал в том виде, в котором он и задумывался, и отвечал всем требованиям современного сайта. Это будет все рассказано со всех сторон, рассказано и показано во втором блоке, второй части курса по Joomla. То есть в ней мы еще более углубимся в движок Joomla, еще больше расширим свои знания по работе с движком Joomla в сравнении с первой частью. И установим уже непосредственно свой собственный, со своим собственным дизайном, свою собственную верстку на движок Joomla. Ну и в последней части курса, конечно же, будет рассмотрен перенос сайта на хостинг, потому что сайты делаются для того, чтобы они размещались в интернете и их посещали пользователи. Соответственно, есть блок по переносу сайта на хостинг. Завершается также курс бонусом по защите сайта на Joomla. То есть, чтобы защитить всевозможных атак на наш сайт, как можно его обезопасить, рассмотрен бонус защита сайта на Joomla. Ну и плюс ко всему, какой бы широкий курс у нас не получился, да, как я еще раз повторюсь, 51 час и 4 DVD диска, но тем не менее есть еще что рассказать полезного, какие есть расширения, как их устанавливать, настраивать, как ими пользоваться. Вот по этому поводу у нас записан еще один бонус по полезным расширениям для Joomla и предлагается вместе с курсом. Вот в данном видео, таким образом, мы пробежались по основным блокам курса Joomla Master с нуля до премиум шаблона. Посмотрели на какие блоки он делится, что в себе содержит, какие бонусы в себя включает. На этом данный обзор я завершаю. Спасибо за внимание. С вами был Бернардский Андрей.